здравствуйте уважаемые участники группы а также подписчики канала на youtube в общем сегодня снова выхожу в прямой эфир как делал до этого и обозначил сегодня тему наши предстоящей трансляции эта тема у нас значит создание чертежа детали в автокаде и последующие экспорт в 3d max для создания данной модели то есть да перед тем как подобное тему предложить я подумал насчет того что да существует уже то есть адаптированные вполне себе программы где все создается на на вполне понятных основах и прочих там уже и я и видел что это написали что существует ревит там и прочее прочее программы да их там целая куча но в основном мы работаем с 3d max и автокад автокад тоже используется и проекты делаются и в том и в том поэтому если то есть нам не выбирать с чем мы можем работать с тем мы работаем но на примере автокада хотел сегодня значит создать подобный чертеж развертки в такой вот детали я выбирал специально такую не сложную но оптимальную вещь на по на примере которые мы с вами сможем все это дело сделать то что я запланировал вот тут все установлены размеры рамка и прочее но рамку мы вот этот штамп делать с вами не будем нам самое главное будет по размерам построить вот эту вот развертку с трех видов значит внизу у нас находится вид сверху это вот по оси z сейчас я включу а здесь я не могу карандашик взять так я наверное сейчас перенесу в paint там буду уже показывать где-то здесь изменить да вот paint то есть снизу у нас показан вид сверху это у нас идет фронтальный вид то есть с этой стороны это вот второй вид значит первый вид это у нас идет вид сверху вот отсюда то есть на вот эту область вот почему я объясняю потому что нас возможно смотрят те кто вообще впервые с этим сталкивается но у кого есть представление поэтому я хочу максимально заострить на этом внимание объяснить вот эти вещи что это значит и как с чем нам придется сегодня работать и предстоящие ну и предстоящая тема которая нас с вами ждет это весьма непростая даже с точки зрения моделирование в макси по этим планом даже и для визуализации прочь потому что все равно при создании подобной модели хочется соблюсти максимально все параметры которые заданы у нас на съемку на планах и на чертежах от этого зависит сама картинка и ну но не то что картинка сама модели качество и прочее я уже не говорю о том что делается в этом ревите где это то есть выстраивается со стопроцентной но соблюдение стопроцентных всех расположений крючков прочего но у нас с вами на предстоящей такой цели нет но максимально приближенный вариант мы конечно с вами будем добиваться вот предстоящих видео я вот специально создал альбом для этого так начну на скетч для уроков это все в теме группы но это уже дальнейшее его специально сюда выложил чтобы при случае если у меня что-то где-то исчезнет я мог отсюда и вам было удобнее использовать нужные планы то есть я уже не приступая к этому уже предварительно для себя построил схему с чего мы начнем какие вещи мы первоначально сделаем и пас и впоследствии уже вот ну начнем как видите мы будем с вами сначала тележку прорабатывать потом уже переключимся на опоры и саму цистерну там в принципе особо уже я думаю прям таких сложностей не будет но вот эта часть она максимально видите детализированный нужно постараться именно соблюсти вот такие основные элементы этой конструкции так ну давайте вернемся теме сегодняшнего стримом потому что я думаю что с этого нам стоит начать как я уже до этого сказал впоследствии у нас будет постоянная работа именно с подобные конфигурации то есть вот этого плана я значит здесь обозначил виды это один но это я все объясняю для тех кто только что хочет с этим ознакомиться и понять о чем речь что это за непонятные символы в четырех плоскостях но это ясное дело это сама деталь которая расположена в аксонометрии то есть это не перспективный вид где у вас идет так значит как бы это изобразить то есть перспективный вид то есть перспективный вид это условно говоря берется какая-то точка и из этой точки идет обзор нет я наверно по другому все изображу на примере железнодорожной линии то есть рельс то есть это условно говоря точка так у меня была кисть возьмем первого то есть то есть это условно говоря точка нет нет перспективы перспективы да сейчас на минуту лучше изобразить так вот у нас линия горизонта и все что находится здесь у нас должно сходиться в точке схода ну в одной точке схода который все идет вот к примеру условно говоря эта точка схода у нас с вами будет находиться где-то здесь тут у нас какие-нибудь горы то есть это условно говоря перспектива куда мы с вами движемся движемся мы с вами вот в этот туннель здесь условно говоря туннель туннель это и будет наш точка схода и наши рельсы то есть вот это у нас с вами условно говоря картина и вот они наш с вами рельс то есть приближаясь к зрителю рельсы у нас будет расходиться то есть вот что такое перспективный вид когда все сходится в одну точку здесь же точки схода нет все линии прямые как в бесконечности по идее рельсы они параллельные а параллельные линии они у нас не могут пересечься единственное пересечение это бесконечность то есть вот здесь же оксонометрическое идет построение то есть в максе в основном у нас идет перспективный вид он так и называется перспективы это вид рамка справа внизу макс пока я не буду открывать вот я вам объяснил про перспективу теперь я вам объясню про эту самую оксонометрию то есть она у нас везде ровно идет вот к примеру сейчас с вами нарисуем куб то есть вот он у нас будет построен в оксонометрии то есть это развертка прямая то есть ни одна линия у нас не сходится на горизонте видите они параллельны что вниз что вверх то есть вот принцип то же самое и здесь такие правила построения именно в развертки на чертежах идут так значит что у нас дальше значит этот вид у нас второй это вид у нас третий это вид сбоку у нас получается с этой стороны мы смотрим на деталь ну точнее говоря я так понимаю это скорее всего отсюда где у нас вот здесь вот идет разрез ну не то что разрез а выемка как бы прорез в самой детали разрез у нас с этой стороны вот касательно видов я объяснил значит дальше что у нас с вами идет да ну наверное это было бы идеально с моей стороны объяснять на примере ревит и прочее но я вам не обладаю конечно этим самым ревитом поэтому чем я обладаю тем я и пользуюсь пока во всяком случае значит с видами все понятно теперь значит касательно детали объясняю где находятся какие метки значит здесь у нас отверстия идут на детали я не буду указывать чтобы у меня не стерлась и сам этот фон значит здесь у нас два отверстия на виде сбоку да если я не ошибаюсь да это вот с этой стороны мы смотрим вот у нас указаны эти два отверстия вот правое вот левое вот указано нас расстояние между двумя этими отверстиями то есть здесь указаться расстояние именно касательно оси ось у нас проходит через центр детали со всех сторон то есть ось у нас вот она вот это вот продолговатая пунктирная линия то есть ось у нас существует x y z 3d max у нас основан на том же принципе 3d то есть из трех измерений вертикально горизонтальная и высота то есть она нам дает трехмерные обзоры всего что такое видение построение в максе тоже есть возможность то есть перспективы вид существует также существует как вы помните 3 проекции я сейчас на память не скажу как какая за какой отвечает на там вот идет условное деление окон значит на 4 сегмента в принципе это все взято из того что существовало уже много лет и поэтому тут в принципе параллели все все одинаковы то есть условно говоря это окно перспективы здесь у нас как там если фронтальная у нас вроде бы с этой стороны но напишем что фронтальная у нас будет вот эта проекция фронт здесь стоп да и здесь проекция но хотя нет ну короче говоря здесь могу путаться видов но это вот он тот должна быть здесь но это сути не играет окна те же самые просто расположение их у нас находится в разных местах вот так далее значит вот это я объяснил полое расположение отверстий деталь у нас идет полая то есть вот это отверстие это у нас полая часть которого вот она у нас указана все что указано подобным градиентом штрихом это у нас идет область которая не полая она заполнена своего рода материалом но в данном случае у нас уступает в качестве материала это оболочка металлическая то есть это толщина самой оболочки она у нас заполнена макси оболочка полая но я не знаю вроде как и в этих самых как они revit и прочие программы они не полы хотя может быть тоже вроде бы нет а мне кажется они не полы они заполняют я как-то пользовался я видел там разрез он указывается да и на разрезе видно что эта деталь она то есть не полая но макс нам больше для визуализации подходит поэтому ну принцип сохраняется тот же я вот закрасил чтобы вам было более-менее понятнее для восприятия это все дело вот так ну это что касательно той части обзорная которая у нас первоначально то здесь вот все указывает все вот отверстия толщина смотрю так два отверстия диаметром вот это вот значок у нас означает диаметр указано 14 миллиметров ну извините и меня что-то и кота радиус соответственно у нас будет семь половина этого радиуса шестьдесят восемь вот до сих пор у нас указано размер здесь тут у нас будет полая часть то есть здесь специально сделан разрез чтобы мы оценили объем этой детали а так если мы хотим увидеть здесь имеется ввиду цельный солид сейчас я вам очерчу красным то есть это вот место которое у нас срезано то есть провожу интеллектуальные вот эти линии как они у нас с вами проходят закрыты вот здесь у нас идет отверстие по этой стороне экране вот здесь также будет у нас соединение вот до сих пор так и тут вот так далее c чтобы так более-менее ровно это все дело показать так здесь я вроде правильно указал здесь конечно такая стараюсь максимально приближена это все у нас заштриховано будет вот здесь остается отверстие ну для каких-то целей она наверное там используется в общем сохранять это я не буду несохраненный вариант у нас тут вот я сейчас это изображение наверное добавлю в группу под темы чтобы она у вас сейчас была ну и для тех кто потом будет использовать я сейчас добавлю фотография так вот он у нас да сохранить так перейду на твич кто-то подключился смотрит нас хорошо так ну во всяком случае продолжаем так ну для макса конечно лучше всего использовать автокад седьмой версии из многих тогдашних выпусках которые смотрел давным-давно и в перспективе с которыми работал да автокад 2007 версии он работает безупречно без ошибок без всяких вылетаний задержек и прочих не говоря уже о версиях которые идут уже по новее это вот 11-12-13-14-15-16 все эти версии я там знаю бонусов всяких много новых нововведений прочих но когда они встраиваются встраиваются бывает хорошо бывает с какими-то проблемами ну в общем функции в принципе те же просто более усовершенствованы но 17 версию я открыл посмотрел она в принципе по первым впечатлениям порадовала тем что там вроде все адаптивно и таких нет подвисаний это не говоря о том что ладно у меня до этого была версия где может там был вирус в общем она пролетела а вообще когда была 2007 windows когда все еще было нормально эти проблемы возникали да это то есть подвисание проще хотя 3d max работал нормально тот момент ладно пока запустим седьмую версию да самое главное принципы построения остальное уже от вашего желания тысячи программ но я все как бы не хочу хвататься за все пока хватает этого но если понадобится то уже посмотрю да тут кое-каке изменения вилл чтобы у меня не черный экран был а белый так сетка сеткой значит нам нужна будет картинка с картинкой мы с вами будем создавать так я сейчас наверное сделаю фото на телефон чтобы не постоянно не переключаться на нее так картинка есть такс ну давайте начнем с вида номер два вот этот боковой вид прям в модели будем создавать по размерам значит давайте перейдем на нижнюю часть там где у нас находится размер указывающий наше положение отверстия он у нас указан как сто тридцать миллиметров сто тридцать миллиметров так ну для начала перед тем как все делать давайте сделаем осевую линию первую я здесь слои не буду включать я потому что давно им не пользовался но определенного рода настройки вспомогательные с вами проведем пока сделаю длинную ось думаю те кто с автокадом знаком в принципе не требует особых но показав какие здесь функции за что отвечает то есть я сейчас использую линию стандартные примитив которые в автокаде есть размеры здесь указываются толщина и прочее также используется вот данная функция арта она удобна для проведения прямых линий то есть чтобы они у вас не бегали туда-сюда макси также ой макси говорю в автокаде есть стандартные привязки которые уже установлены их можно регулировать где-то по моему здесь в настройках да вот я здесь на объект настройки чем удобно 2007 автокад тем что он максимально упрощен здесь нету всяких вот этих подменю вот этих длинных всяких раскладных раздвижных рамок они конечно там есть хорошие функции удобные но все это такая кипа которая просто забил забивает мозг ненужным всем здесь все максимально понятно просто что и как и должно быть то есть здесь в режиме этом рисование указаны пересечения приложения нормали и прочее где вы уже указываете что вам данный момент удобно или что вам мешает и данную функцию вы отключаете или добавляете и нажимаете кнопочку применить все это дело окей вот значит мы линию провели я не посмотрел какой там размер нам это не важно то есть вот у нас идет стандартно по слою свет можем сделать его фиолетовым для этой оси то есть также вес линии можно просматривать задавать то то есть он у нас идет по слою по слою это у нас 0 5 кажется миллиметров это толщина линии которая идет по слою все остальное вот она уже далее но осевую линию не знаю на вроде по слою так и определяется мы так и оставим как она у нас и идет и укажем ей значит особую особую как это правильно сказать то есть назначение характер линии придадим то есть мы зайдем вот сюда тип возьмем другой кстати говоря в автокаде тысяч седьмой версии как видите адаптированно работает на в 2000 ой елки 2010 windows так пока мы сейчас установим нашу осевую это может быть любой пунктир и джиз какой то так наверное давайте этот посмотрим как у нас будет окей выделим линию и уже у нас здесь добавился добавим этот джиз посмотрим нет другой на добавить он у нас на данной линии что-то отобразился пока целиком значит надо изменить его так был какой то другой я помню использовал когда-то так загрузить давайте это попробуем подождите у нас 0 8 15 0 8 11 окей смотрим так странно чё он у нас а нет отобразился просто видать далеко откатился сейчас посмотрим длину нашей этой осевой линии так она 940 у нас миллиметров поэтому тогда так все в принципе нормально мы потом уменьшим это слишком огромное пойдет чтобы нам сориентироваться где это так давайте приступим к самому чертежу развертки фронтального вида так укажем вспомогательную линию которая у нас будет 130 задаем параметр размера до нажимаем escape и у нас задается определенная линия с нашим размером что хорошо в так ахаде он фиксирует закон точке контрольные точки это вот право левое и центральное то есть на половине привязках у нас я посмотрел середина включена да вот она если у вас нет то вы включите обязательно середину что возьмем функцию перемещения и переместим данную линию в любое место относительно осевой то есть мы цепляемся за контрольную точку на высоте и автокад у нас фиксирует наше это самое нашу линию и предлагает нам зацепиться по осевой где-то по этой линии именно по центру мы соглашаемся кликаем да нас это устраивает характер линии давайте увеличим здесь поставим больше ну давайте 30 миллиметров дадим вес будет отображаться включим его то есть вот так вот он у нас будет саму линию мы с вами указали так я бы хотел указать я думаю такой чертеж он у нас может в принципе уместиться на параметре листа мы с вами можем указать я вот не помню там команда сетки в автокаде как-то указывается через собачку сейчас огляну кто-нибудь нас смотрит нет от нас совсем отключились так ну ладно подключиться google откроем параметры так значит так где-то здесь должен быть ответ сейчас мы глянем вроде через собачку как-то он указывается но здесь я его не вижу ладно оставим тогда это дело раз ответ нам не дается не будем заострять на это внимание так осевую мы линию давайте с вами укоротим нам она большая пока не потребуется вот пока останемся здесь сетку и отключу ну относительно модели до размер конечно не указываются в окне модель все это делается потом уже на листе в масштабе но мы сразу нам в принципе это не надо для этой модели мы все можем указать здесь размер выносится у нас на отдельный слой но нам мы сделаем так потому что нам надо будет встраивать в макс потом последующем эту модель ну этот эту развертку и мы уже с вами не со скриншоты будем работать а именно с автокадовским чертежом то есть отверстие расстояние мы с вами указали до них 130 миллиметров проведу здесь эти боковой линии shift кстати нам тоже помогает он заменяет орто проводит прямые линии все наверно готовятся к завтрашнему дню но ничего нам что не день то праздник так проводим эти оси для наших отверстий отверстия у нас идет в диаметре 14 миллиметров то есть и мы его указываем 14 миллиметров от оси шифт протягиваем устанавливаем так здесь значит да здесь не меняется сразу надо указывать орто включу я укажем 14 миллиметров окей центр привязку сделаем поставим сюда так теперь опустим ее до сих пор до сих пор данную линию я отведу сюда это я удалю так я думаю с одной стороны мы сейчас сделаем переведем это сюда при помощи копирования функции выделяем нажимаем enter берем кон точку и перетаскиваем вот так толщина толщина вот этой нижней части у нас то есть вот этой части 14 миллиметров указано мы задаем этот параметр здесь указываем ниже так радиус от центра чтобы нам вот здесь не ошибиться то есть та часть которая у нас выступает о чем я говорю вот об этом месте сейчас мы с вами укажем значит ниже вот тут указано радиус от центра отверстия до вот этой вот боковой грани у нас 14 миллиметров сейчас мы его укажем и у нас все это дело здесь получится так стоп так два отверстия диаметр 14 миллиметров 130 так где-то вроде указано что странно почему этого размера я не вижу который идет по всей длине который идет по всей длине это странно 30 минус 14 от конца до конца все все ладно так значит сами поднимем сейчас тогда с вами высоту высота у нас тоже 14 вверх указываем 14 миллиметров насквозь так вот проведем до пересечения так вспомогательные линии потом уберем лишнее так ну раз я здесь не могу понять и определить сколько добавим тогда на свое усмотрение так давайте 6 миллиметров добавим странно почему я толщину не могу понять сколько 38 ладно по ходу дела будем вносить исправление если где-то я ошибаюсь так это мы с вами от зеркали мы так и перенесем сюда так где-то я ошибку допустил лучше перевернуть вот вот так вот поставим потом уже с нижней частью у нас будет согласование так далее придадим цвет добавим здесь наше отверстие пересечем его так эти ось пускай у нас будут так это у нас идет насквозь на зададим характер линиям так определили далее значит нижняя часть у нас здесь идет сейчас я вам покажу значит вот тут у нас идет диаметр 76 миллиметров до 76 так относительно центра центра так указываем внизу 76 человек рисуем линию окей относительно центра ставим так вот здесь вот так ну и угол у нас будет уже от верхней части верхняя часть у нас выходит на 680 миллиметров сейчас я вам покажу 68 то есть 68 миллиметров до вот она вот эта часть сейчас мы с вами определим эту линию так это линия у нас диаметром 40 до 40 так орто включаем 40 задаем и переносим ее на 68 миллиметров от основания то есть вот от сих пор 68 миллиметров так стоп так 68 правильно так 68 снизу и переносим по центру ее на свое место вот сюда вот так вот у нас и получается своего рода угол который у нас будет после того как мы соединим эти части вместе вот орто привязку мы отключаем и соединяем с обеих сторон сделали колпачок своего рода здесь мы с вами можем подредактировать уже то что мы с вами сделали значит нижняя линия у нас с вами остается а эту линию мы с вами разорвем используя вот эту вот замечательную функцию разорвать кликаем на линию указываем центр у нас происходит разрыв и доносим до нужных нам мест нашу линию в принципе лишние сегменты мы с вами можем удалить вот эти и лучше целиком ее провести уже до конца уберу вспомогательные так вот проведем цельную линию здесь по слою дадим ей 30 так эти тоже поубираем так это остается у нас она у нас по идее должна быть здесь вот сходиться в этой точке и до конца так тут у нас ситуация такая же доводим до отсюда вот так далее здесь у нас обрывается но мы это потом с вами укажем так далее смотрим общая высота 90 у нас до верхней части давайте мы ее с вами определим так у рта я включаю привязку и задаю 90 90 90 мы задали это да касательно вот этой части то есть 90 у нас с вами идет так далее так вот эту часть осевую я уберу линию чтобы не мешало так диаметр то есть вот этого внешнего кольца у нас идет 36 или 38 38 да вот она 38 задаем 38 так я правильно задал диаметр 38 да правильно переносим так сюда это убираем то есть да он у нас совпадает с этими линиями я смотрю на план все правильно он и должен совпадать то есть вот оно практически да практически совпадает ну потому что 38 40 да 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 расхождение есть пару миллиметров все правильно тут у нас 38 ниже у нас 40 миллиметров так ну что ж снизу до верху это вот тут вот у нас указано 14 миллиметров давайте поставим это расстояние в нижнюю часть 14 миллиметров укажем так далее да здесь где-то наверняка я выйду на эти боковые размеры когда по вот этим развязкам определюсь значит значит вид сбоку отверстие у нас будет 18 миллиметров в диаметре центра так где мы с вами остановились здесь середина так так вот это отверстие так 18 миллиметров это у нас указано вот здесь вот вот это отверстие 14 мы с вами указали так далее у нас вот так линия идет так наблюдаем здесь 7 8 так по нижней части так радиус 90 да где-то здесь чего-то не хватает я вот смотрю так давайте тогда на отверстие сейчас выйдем укажем диаметр 18 глубина так и посредине его поставим где-нибудь здесь так что у нас она не переносится где она у нас вот она сделаем отверстие на сквозь которая у нас идет так здесь проведем тут эту линию у нас надо будет разорвать соединить вот эти части так далее ну вот тут написано стоит единица но я думаю что такое единица 1 миллиметр 1 миллиметр не может быть может 10 толщина этого всего сейчас я определю может это выявится так 18 18 38 так по ходу дела это у нас вот оно и есть то что получилось сейчас определим 10 все верно вот она десятка вычисляется да 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 понял я в чем делаем так значит теперь здесь толщина металла 10 миллиметров все верно значит здесь отмеряем десяточку да это где то не доглядел просто поэтому все же здесь надо высчитывать но это вам будет полезно я думаю так 10 миллиметров здесь от отступа тоже надо 10 миллиметров указать соединить эти линии вот здесь вот здесь миллиметров так сейчас мы с вами соединием порту отключим так это вспомогательную уберем эту далее протолкнем Ой, 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 да, 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 да. Так, сейчас 2 минуты. Угу, так, значит, здесь мы поставили с вами. Далее до сих пор нам надо будет её довести. С этой же стороны. Так, у нас не под прямым углом, оно всё идёт. Так, 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 так. Давайте её протащим вверх и соединим на том моменте, где она должна у нас соединяться. Так, относительно этого угла протянем вверх и соединим. Вот у нас с вами получается этот выступ. Так. Здесь тоже самое. Включим арту. И вот эту линию отзеркалим. Даже можно две этих линии. Скопируем. Со шифтом перемещаем. Enter нажимаем. Это удаляем. Так, это уберём. Так, вроде привязка есть. Закон точки. Да, соединённые вроде бы. Или нет? Нет, не соединил. Хотя вроде соединил. Да. Соединилась. Здесь тоже соединяем, потом прорезь сделаем. Так, здесь... Сейчас проверим. Тут что-то не соединяется у нас линия. Так, проверяем. 14 миллиметров должно быть. Включим арту. Протянем. Поставим 14. Да. Надо до сих пор её поставить, эту линию. И чуть-чуть подредактировать. Отключим привязку арту. Поставим сюда нашу линию. Так, вот. Здесь подредактируем. Выставим. Выставим. Так, есть. Профиль какой-никакой уже проявляется. Так, вот. Вспомогательную линию уберём. Ой. И соединим вот эти боковые части. Так. Угу. Так, так, так. Да, вот эту нам линию надо. Здесь две линии. Одну убрать. Другую чуть-чуть вбок. Отвести. Так. Хотя у нас до сих пор идёт, да. До этого пересечения мы ту линию будем сдвигать. Делать разрез. Так, значит, разрез у нас идёт 38. Это я говорю про вот этот вот разрез, который у нас будет 38. Проводим вверх. И задаём размер арта 38. Да, вот так вот. Вот, у нас будет резаться всё это дело. Линию доводим до того, этого момента. Соединяем. Не знаю, возможно, я где-то с толщиной неправильно указал. Ну, относительно, вроде, 10 миллиметров. На этом пока остановимся. Если где-то оно меньше, то, походу, на это выйдем. Но пока так, вроде. Так, далее. Эту линию можно нам убрать. Она нам здесь не нужна. На этом разрезе. Единственное. Нам нужно будет сейчас скопировать вот эту линию и перенести её сюда. Как продолжение. Да, обязательно. Как продолжение. И назначить ей тоже послойную толщину 30 миллиметров. Так, вот эту сторону мы с вами... Так, эту линию нет, мы удалять не будем. И здесь, наверное, тоже надо будет создать линию оси этой. Так, эту линию можно убрать. Не-не-не-не-не-не, стойте. Место разреза нам надо будет жирной линией указать всё-таки. Она у нас посредине будет проходить. Вот эта вот линия здесь вот. Ей тоже зададим размер 30 миллиметров. Это можно убрать. Это тоже можно убрать. Так. Соединяем здесь место разреза. Здесь, наверное, тоненькую всё-таки линию оставим. Может, даже пунктиром её укажем. Ну, это пересечение вот эти круговые, которые у нас с вами идут. Добавим другой, этот самый... Загрузим штрих. Там вроде бы есть мелкий... Так, вот, вот этот вот, да, окей, окей. Выделю эти линии. Ой-ой-ой, что это такое? Так, вот эти вот линии. И характер, который мы с вами добавили. Gs02, 1.2. Так, стоп. Эту линию мы проведём вот так вот. Пересекающую. А эти жирные две сделаем. На срезе. Так, 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 так. Почему я считаю этот метод своего рода ручной необходим? Он свою роль тоже играет, которую не играет ту, когда вы уже непосредственно видите готовую модель. Ну, я думаю, не стоит тоже от этого отмахиваться. В принципе, с этим тоже можно работать. Так, 30 миллиметров задаём. Толщину. Так, сейчас сверимся с нашей картинкой. Нашего фронтального видно. Вполне, да, всё указали, то, что там необходимо. Так, давайте градиенты мы с определённой зададим. К тому виду. Градиент – это штриховка, которая у нас находится вот здесь, которую я уже закрашивал. Посмотрим, наблюдает ли нас кто-нибудь на канале. Это маловероятно, да, потому что, увидев то, что я делаю, сразу открестились. Ладно. Хотя, Сергей настаивал, чтобы я выступил. Ну, после тех комментариев, которые там были выше насчёт ревита и прочего, я подумал, наверное, сегодня не день, раз настроены отрицательно. Ну, ладно. В принципе, на YouTube я выложу. Там оно вечно будет храниться. И уже остальные в свободное время смогут воспользоваться подобным. Вот. Поэтому, ладно. Дальше буду объяснять по ходу. Время у нас, к сожалению, нас не ждёт. И уже целый час прошёл на краткое, так сказать, введение, объяснение и уже практическую работу. А мы с вами продолжим. Значит, градиент у нас с вами находится в левой панели. Вот эта штриховка – замечательная вещь, где мы можем выбирать необходимый вид этого градиента. Точнее, правильно сказать, структуру. Вот. Структура у нас металлическая. Вроде не ошибаюсь. Вот этот вот. Хотя металл у нас красится двойной линией. Вот этой. Посмотрим, как будет у нас указано. Здесь проверим. Добавить точки. На срез интер. Надо масштаб сейчас нам с вами изменить нашего градиента. Масштаб. Ну, давайте 25, 0,25 поставим. Зададим. Вот, отлично. Вот она у нас двойная штриховочка металлическая. Вроде так должно быть. Ну, и на срезе здесь же, видите, фотография у нас. Этот самый скриншот. Это в своего рода определенном качестве, в котором, да, какие-то моменты мы с вами не видим, но вроде так, да, должно быть. С таким вот использованием. Остальные части тоже можно заштриховать сразу. Вот эту часть, да. Нижний градиент тоже добавим. Здесь у нас не штриховочка, потому что с этой стороны у нас с вами отверстия идут. Так, размеры пока задавать не будем. Ну, и сразу, не отходя далеко, давайте сохранимся на рабочий стол. Это у нас... Давайте зададим... Зададим имя файла. Там у вас может быть любое имя этого файла. Да, да. Ну, вот. Так, значит, далее. Далее, далее. Вид сверху у нас с вами предстоит. Это вариант номер один. Вот он у нас. Вид сверху. Где по ходу дела мы с вами наверняка откорректируем какие-то моменты, где я что-то, может быть, упустил. Вот здесь что-то указано у нас, но... Ничего не пойму, что здесь. Может, где-то в гости какое-то что-то указывается. Ну, возможно. Ладно. Вид сверху далее мы с вами будем делать. Опущу вот эти осевые линии ниже, чтобы они нам помогли дальше. С видом, который у нас будет сверху, который у нас сейчас фактически снизу. Так, эти осевые тоже опущу вниз. Для постояня проекции вида сверху. Так, ну что ж... Общий диаметр кольца у нас указан. 90. Ну, здесь он так указан, непонятно. Здесь вроде захватывается основное кольцо и центр. С обратной стороны захватывается основание этой болванки. Ну, давайте на 2 миллиметра будем. Вот, я не знаю, МА2... Может, вот это и есть? 1,2 миллиметра. Вот это вот самое... Расстояние. 1,2. Наверное, так. Хорошо. Укажем его. Так, давайте... Значит, оси у нас проложены. Значит, центр давайте условно вторую ось тоже проведём. Это возьмём центральную верхнюю. И при помощи поворота мы с вами... Нет, сначала скопируем её. Да. И теперь далее при помощи поворота мы с вами её развернём на 90 градусов. Да, и определим её в относительном любом центре ниже. Пониже. Вот так вот. Где-то, я думаю, для удобства. Так, ну что там у нас в группе? У нас, наверное, тишина. Тишина, тишина. Один человек поставил. Мне нравится. Так. Да, на Твиче пока никого нету. Хотя была заявка на проведение. Я включил, но... Ладно. Хорошо. Ну ничего, стрим идёт. Вы можете информация для тех, кто нас впервые смотрит, подключиться. Вот она, прямая ссылка на Твич. Также присоединится в нашу группу. У нас уже более 4000 человек. Стримы в последнее время я провожу по мере возможности, но с периодичностью 1-2 дня, где-то так. Вот. И... В принципе... Помимо... Ну, эта тема у меня... Относительно стрима новая была заявлена. Ну, другие... В основном темы по Максу, которые у нас распространяются. Тоже время от времени. Вот. Я сейчас делаю лёгкую паузу. Мне надо немножко налить воды, потому что у меня пересохло горло. Вот. И я сейчас вернусь. Продолжение следует... 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 здесь тут просит нам поставить радиус круга так значит диаметр 90 радиус у нас будет 45 до 45 это будет у нас радиус той окружности так и вот эти 12 это получается у нас будет 121 и 2 с двух сторон это 1 2 и 4 2 и 4 сейчас наверно все таки калькулятор придется взять как сам где он тут у нас таблица странно должен быть что наверно в упор и не вижу его что ли стандартный windows елки-палки вот он так 1 и 2 1 и 2 2 и 4 да в сумме это получается 2 и 4 девяносто два и четыре девяносто два и четыре деленное на 2 это получается 46 и 2 да хорошо 46 и 2 создаем окружность диаметром с радиусом 46 и 2 6.2 ну вот что такое ну но 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 не знаю то ли это или не то хотя наверно то наверное то 46 и 2 смотрим на вид сбоку все видимости так далее так это два у нас кольца идут зададим им тоже толщину по слою 30 миллиметров будет так далее следующий радиус мы будем делать на него сноски вот они у нас уже есть эти снос очки давайте их продлим дальше здесь и здесь дополнительные вспомогательная линия так далее проверим кстати радиус нашего кольца так что то здесь восхождение есть небольшие он у нас должен выходить на вот этот вот диаметр это так далее вот 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 самому наш там где-то кита а нет что эти внешний контур а ну значит да внешний контур у нас должен быть меньше хорошо как раз эта привязка нам сейчас поможет сделать здесь поэтому говорю там выходит столько-то здесь только-то ладно по вспомогательным линиям давайте будем придерживаться их и настроим по ним относительно центра так и здесь тут уже как получится я думаю да скорее всего и ошибочно это 1 и 2 миллиметра не тот радиус вынес то внутренний диаметр идет так добавим здесь по слою 30 миллиметров так вот это кольцо теперь у нас вырисовывается вот это уже это совсем другое кольцо у нас будет шире которая выходить так далее так вот это осевая линия у нас проходит так нам бы внешнее кольцо сделать 44 что там делал 46 у у нас же было я вроде делил сейчас я еще раз посмотрю что у нас там выдавала за результат 90 что 42 92 и 4 деленное на 2 на 46 и 2 так что нам дал этот радио сейчас глянем 46 и 2 а вот все верно теперь правильно вот она кромочка которая должна быть так далее далее значит сноски эти сделали давайте кольцо теперь нарисуем нашим так с этой стороны кольцо и с противоположной так что-то у меня здесь сообщение что так далее продолжаем так внешний контур не знаю как он с этим кольцом думаю правильно все так тоже укажем 30 миллиметров и здесь плавно и так диаметр добавим внешние два кольца и который будет у нас плавно перетекать здесь по касательной линии так здесь также установим и надо будет одну настройку важную сделать это у вот касательная да чтобы у нас по касательной шло соединение так 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 значит относительно тут даже не знаю за какую точку опорную нам взяться наверное вот от сих пор я думаю вот с этой стороны и надо определить сегменты так сейчас наверно поделим на определенную части где у нас будет соединение по внешнему кольцу значит диаметр девяносто девяносто два и четыре девяносто два и четыре нам надо будет с вами разделить раз два ночь девяносто два и четыре раз два три четыре часть двадцать три один у нас получается двадцать три и один двадцать три и один двадцать три и один так вот раз два три четыре равных части то есть касательно у нас будет соединяться вот в этих вот местах обычную прямую линию берем марта я отключу и соединяю по касательной продлим дальше ниже продлим дальше ниже да звук присутствует все порядке так далее соединяем по касательной так эти линии кстати нам надо будет круги сейчас эти разрезать тоже разорвать вот до сих пор да так что-то обрезка так давайте еще обрежем лишнее то удалим нам это не надо и здесь точно так же сделаем с другой стороны давайте попробуем так и обрежем еще тут вот соединим лишь не уберем так и зададим характер линии так 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 по слову 30 миллиметров внутренние отверстия так заданное так одно не задано это это так ну вот смотрим чё нам надо будет добавить здесь так дополнительно дополнительные это два кольца так два или три кольца это ведь сверху сейчас мы их тоже отдельно укажем на плане с этой стороны у нас будет сплошная линия так проходить в в в в в в Угу.